13 мая, в понедельник, 2024 года, в этом году, заметьте, после праздника 9 мая, после исполнения 55 лет, был арестован генерал-лейтенант Юрий Васильевич Кузнецов. 13 мая, начальник главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации на тот момент времени, он был назначен на эту высокую должность в том же году, в 23-м. То есть он проработал, не в том же, а годом ранее, значит, он проработал около года на этой должности. То есть у нас еще один арестант из Министерства обороны, с высших чинов, о котором я раньше не рассказывал, то есть сидит он уже с мая, июня, июля, август, сентябрь, октябрь. Через три дня будет пять месяцев, как сидит. Юрий Васильевич Кузнецов родился в пятницу, в день Голгофы, день распятия, 7 марта 1969 года. Год Голгофы, крестных мук страданий, Христа Спасителя, Царя Царей. И день такой же, пятница, день Голгофы. А люди, рожденные в день Голгофы, в день распятия, выбирают из двух путей один. Или путь Христа, мучения, страдания, лишения, преследования, неблагодарность, клевета, унижения, подозрения там и так далее. В итоге смерть, мучительная на кресте, как государственного преступника, ни за что. То есть путь любви, путь страданий и взятия на себя грехов всего мира. Это Спаситель так сделал, Царь Царей наш. Или человек, рожденный в пятницу, выбирает путь строительства на земле рая. Это материальное благополучие, деньги, недвижимость, драгоценности, докопление, счета, квартиры, машины, хорошая еда, хорошее питье. Одежда и оба, все на свете. Связи, коммуникации, блат и так далее и тому подобное. К сожалению. Это путь мамоны, путь воравы, преступника, который все равно будет наказан. То есть рожден в пятницу, крест тебя ждет. Ты уже приколочен к нему. Ты еще этого не знаешь. Просто ждешь момента, когда за тобой придут. Озвучат приговор, снимут с тебя все награды, костюмы, ордена и прочее. И пойдешь ты на распятие. Это надо знать всем, кто родился в пятницу. Вот смотрите, когда вы родились и запоминайте то, что я говорю. Вот родился человек в пятницу в Мордовии, в Рузаевке. Начал служить. Закончил высшее военное училище Краснодарское имени генерала армии Штеменко в 21 год. Вот училище РАС, военное, сразу пошел туда. Очевидно, из семьи такой. Значит, в 29 лет закончил первое высшее образование. Военную академию РВСН имени Петра Великого. Ракетный хвост специального назначения, я так понял. В 36 лет закончил военную академию генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Второе высшее образование военное. 41 год стал начальником восьмого управления генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. А что это такое, давайте почитаем. Восьмое управление генштаба. Это орган военного управления Генерального штаба Вооруженных сил России, возглавляющий службу защиты государственной тайны. Восьмерка. Знаменитая. Решает задачи по обеспечению Министерства обороны Российской Федерации необходимой информации для выполнения текущих задач по управлению вооруженными силами Российской Федерации. Представляете себе? И этого человека арестовали пять месяцев назад, через три дня будет, ровно пять месяцев. За уголовные статьи управлял восьмеркой защиты государственной тайны Вооруженных сил Российской Федерации. А когда вы узнаете, с кем он подельничал, когда вы на физиономию этого человека посмотрите, я вам прикреплю ссылку на этого армянского кадра. А там на лице все написано, кто это такой. И вот его назначили в 23-м году в мае месяце начальником главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации. То есть восьмерки перебросили на кадры, и он целый год по кадрам работал. Именно это обстоятельство, как я предполагаю, позволило его арестовать, во-первых, после дня рождения, а ему 7 марта 24-го года было 55 лет, то есть исполнилось, юбилей был. Его не трогали, а вы знаете многих генералов и начальников всяких, и чиновников, я видео записываю, брали накануне дня рождения, не давали догулять, а это ему дали Дмитрию Кузнецову. Более того, ему дали возможность отгулять 9 мая 24-го года, то есть праздник военных. Он отгулял его, отметили, посидели, то есть день рождения, 9 мая, и опаньки, 13-го мая его забирают. Это был понедельник, рабочий день. Все протрезвели, все отдохнули, военный с 9-го по 12-е мая гудеж стоял, и все. И взяли тепленький в понедельник, рано утром. Значит, он был задержан главным военным ГВСУ, короче говоря, СК, хотел расшифровать, у меня уже голова не соображает, я знал эту расшифровку, ГВСУ, следственного комитета, главное военное, что-то там управление, следственное управление, да, правильно, главное военное, следственное управление, следственного комитета. И позже арестован судом на 2 месяца, как подозреваемый в совершении преступления. Уже 5 месяцев сидит. Вот 13-го октября будет 5 месяцев. По части 6-й статьи 290. Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере. Вот, представляете, генерал-лейтенант, кавалер ордена Александра Невского, ордена за военные заслуги, ордена почета, заслуженный военный специалист Российской Федерации, арестован за получение взятки в особо крупном размере, управлял восьмеркой защиты государственной тайны вооруженных сил Российской Федерации. Нормально, да? Тогда же, вы вдумайтесь только, вот жалко, видео нет, нам бы показали это. Тогда же были произведены следственные действия, то есть это в мае, в день ареста, на рабочем месте и в доме. Эх, какой там, наверное, домик-то красивый. Ой, нам не показывают. Как живут наши генералы-то во время СВО. В ходе которых было изъято 100 миллионов рублей наличными, золотые монеты, коллекционные часы и другие предметы роскоши. Вот вам пятница, вот вам мамона. Какое страдание Христово! Какой крест ради любви и спасения! Вы о чем? Вот, 100 миллионов золотые монеты, часики-побрякушки, роскошь, роскошь, мамонда. Кузнецов подозревается в получении взяток, откат от предпринимателя Лёвы Мартиросяна. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Начальник восьмерки, защита государственной тайны Министерства обороны тусил с армянином, дельцом. Там печати негде ставить на этом мартиросяне, Лёвушке этом. На общую сумму 30 с половиной миллионов рублей. В частности, по мнению следствия, Кузнецов содействовал Мартиросяну в получении госконтрактов. Какой-то армянин, Лёва, я сейчас о нём расскажу, про этого Лёва, госконтракты с Краснодарским, ну естественно, но где Краснодар, там армяне, это же всем понятно. Высшее военное училище в имени генерала армии Штеменко, где он учился. Этот вот Дмитрий Кузнецов, генерал-лейтенант. Значит, контракт на общую сумму ему подверстали Мартиросяну, с двумя С, которые, кстати. Мартирося... А, нет, это у меня уже двоится в глазах, с одним С. На общую сумму 372 миллиона рублей. 372 миллиона рублей. Нормальный контракт, правда же? А что 10%? Даже меньше. Не 37 миллионов, а всего 30 с половиной. Меньше 10%. Взамен Мартиросян за свой счёт купил в Краснодаре, земельный участок и дом, площадью скромной, ну по-армянски скромная, площадь 1000 квадратных метров. Нормально, да? Стоимостью 22 миллиона 900 тысяч рублей. И передал его в безвозмездное пользование Кузнецову. Вот такой у нас добрый, щедрый Лёва Мартиросян. Вот так вот. Заботится во время СВО о наших военных. О генерал-лейтенанте Дмитрие Кузнецове заботится. Итак, понедельник его взяли, суд потом арестовал на два месяца, продлевал это всё дело. В этом году, 7 марта, выпало у Юрия Васильевича Кузнецова на четверг. То есть его ещё могут и отмазать у нас. В понедельник арест этот, обыски и прочее, это так себе. А, значит, дело не очень надёжное. То, что у него год четверга может под амнистию попасть. Конфискуют просто это всё хозяйство. И всё. 23 мая, через 10 дней после обыска, стало известно, что арестованы все счета Кузнецова. Я даже боюсь подумать, сколько там денег на счетах его, этого нашего генерала-лейтенанта. Ой, когда же мы от них всех избавимся, когда их всех пересажают, эти воров этих. Как же они кровушки-то уже насосались у нас, у солдатиков-то наших. Воруют и воруют, воруют и воруют. В четверг арестовали все его счета. Да, это хорошая история. Вот так вот орденоносец, генерал-лейтенант, бывший начальник восьмёрки. Потом кадров, а за кадры тоже там золотое днище-то. Начальник главного управления кадров Министерства обороны. Представляете себе, сколько там всего? Вот такая вот история. А теперь про этого Лёвушку нашего почитаю. Лёва у нас непростой товарищ. Значит, смотрите. Двое сыновей у него женат. Значит, он второй фигурант этого дела. Значит, он не сообщает о своих данных. То есть, найти его, когда он там родился, год. Лёва знает свое дело. Когда родился где, от кого, все засекречено. Ничего нет, все потерто. Неизвестный год и дата его рождения, откуда родом, из какой семьи вышел Лёва наш, Мартиросян. Тишина. Главное – делать хорошие подарки нужным людям, нужным генералам. Значит, в родном городе Краснодаре он торговал сигаретами и алкоголем. Курировал работу столовых на заводах и предприятиях. Занимался гостиночным и ресторанным бизнесом. Ну, как нормальный армянин. Чего там греха таить? Это же Краснодар. Что вы хотите? Значит, долгое время вот этот ушлый Мартиросян с 97 по 2001 год Альбертович, он еще вдобавил, работал в различных воинских частях. В 2001 году перешел в Краснодарское военное училище. То самое, откуда наш Юрий Кузнецов. Он там работал по 17-й год. И вот там они замутили с этим вот генерал-лейтенантом все эти свои делишки. Как раз в этот же период служил и обвиняемый по делу Кузнецов. Следствие считает, что, будучи знакомы лично, они вступили в преступный сговор, организовав схему незаконного обогащения. Но там, где армянин, который торговал сигаретами и алкоголем в Краснодаре 90-е, там всегда схема просто сразу выходит со всех мест. Значит, известно также, что период с 20-го года Лева Мартиросян не один раз открывал и закрывал индивидуальное предпринимательство. Ну, таки, как иначе? На данный момент он владеет двумя гостиницами в Краснодаре, ребята. И кафе-столовый. Гостиница под звучным названием «Рай». Ну, естественно. А как иначе? Это все вкус. Цыганско-армянские. Расположены на улице Грибоедова в Краснодаре. Вот жалко, не в Красноярске. Ну, Краснодар же. Очень удобно. Это как раз напротив высшего военного училища. Ну, такие. Таки да. Интересно, что еще два года назад этого здания не было и в помине. Там раскинулся. Частный сектор была открыта, разве что небольшая столовая. Видите, как поднимается. Благодаря Министерству обороны и нужным связям армяне в Краснодаре. Звучит как песня. Ну, и так далее, и тому подобное. Дальше вы почитаете. Значит, я подверстаю. Физиономию вы увидите, Левы Альбертовича Мартиросяна. Все там написано. На лбу, на щеках, на носу, на губах. На всем. Там все написано. Как будто вот человек с 90-х вышел. Яркая картинка, значит, такая. Да. Значит, вот такая вот, собственно говоря, история. Что еще мы знаем, значит. Следователи Следственного комитета предлагали обвиняемому по делу начальника Главного управления кадров Минобороны генерала Юрия Кузнецова Леве Мартиросяну заключить сделку со следствием. Но наш гордый Лева Альбертович Мартиросян ответил отказом. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Михаил О. Шеров. Значит, ему продлили нашему Леве арест аж до 12 января. И будет бедный наш армянин, бедный в кавычках, отмечать Рождество и крещение, как все армяне, крещение Господне, за решеточкой. Ну, ему принесут, что там положено, угостят, само собой. Это сообщили корреспонденты из Вести и зала суда. Значит, что тут еще? Он заявил, ТАСС пишет, вот наш Лева, что не давал взятки генералу, а заключил с ним сделку. У армян это называется сделка. Какая взятка? Это сделка. Нет у армян взяток, есть сделки. И в Краснодаре тоже не взятки, а сделки. Вы существительные попутали, товарищ судья, и все остальные. Вот такая красивая история. Все, что хотел сказать, сказал. Значит, генерала отмажут. Значит, амнистия не за горами, а Лева посидит. Посидит еще. Если дело не разварит, посидит хорошо. Спасибо, что выслушали. Ставьте лайки, подписывайтесь. Распространяйте это видео по солдатикам нашим, по женушкам, которые ждут наших бойцов. И дай им Бог победить и живыми домой вернуться и здоровыми. А вот это вот генералитет наш отдельный. Видите сами, что творит. Жду на приеме. Данные все указаны под видео. Жду доната. Идем дальше.